Лето 2020 года по-настоящему удивило ирбичан. Таких объемов, единовременно проводимых работ по строительству, благоустройству территорий, ремонту дорог, горожане просто не помнят. А сегодня администрация уже готовится к реализации планов на весенне-летний период 2021. Работы предстоит, если и меньшим, то ненамного. Благоустройством общественных территорий руководство города активно занимается уже два года. За это время полностью преобразились площадь имени Ленина и аллея памяти мотозаводцев. В этом году к старту очередных грандиозных проектов приступать не будут. Необходимо завершить то, что было начато ранее. В 2021 году мы планируем завершить уже третий этап благоустройства Бульвара Победы. Осталось завести грунт, посеять газон, озеленение доделать. Также у нас еще парковочные столбики не установлены. И на детской площадке нам необходимо еще выполнить устройство резинового покрытия для безопасности детей. Но еще также мы выполнять будем подсветку памятника Жукова и бюста. Еще выполним подсветку. Ну и все фактические работы у нас уже будут завершены. В сиреневом сквере осталось также выполнить покрытие детской площадки. Выполнить еще озеленение, посадить цветы. Также нам необходимо купить радиусные скамейки, которые вокруг Мамина Сибиряка будут установлены. Значит, вот это все выполним и также работы уже будут завершены. Но это не значит, что и нового ничего начато не будет. Выполняя обещания, данные ранее ирбичанам, городские власти намерены уже в этом году запустить работу по реконструкции пешеходной зоны на Свердлово. Планируем начать первый этап благоустройства аллеи Свердлова. Участок от Комсомольской до площади УДК Костевича. Предусматривается замена покрытий на плитку по центральной части. Вдоль домов меняем асфальт на плитку. И также будет предусмотрена центральная часть и велодорожка в асфальтовом покрытии. Озеленение, освещение, скамейки. Сейчас, в данный момент, мы готовим уже техническое задание и планируем уже объявиться в апреле месяце на закупку. Еще одним небольшим, но значимым проектом станет приведение в порядок территории у обелиска памяти ирбичанов-тозаводцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. В прошлом году, в 2020 году мы объявляли аукцион, предусматривали средства в бюджете, но подрядчик к работам не приступил. Мы его внесли в реестр недобросовестных. В этом году вновь мы запланировали средства, уже провели аукцион, подрядчик определился, выезжал, посмотрел. Значит, уже сейчас малые формы будут закупать. И по контракту у нас срок исполнения до 1 июля. Поэтому, думаю, что выполним также установленные сроки. Ну и, конечно, внимание будет уделено разработке и подготовке документации для работ в будущем. Город готовится к реализации проекта по укреплению берега реки Ирбит. Мы подготовили уже техническое задание, конкурсная документация готовая. И на этой неделе мы уже объявляем конкурс на разработку проектно-сметной документации по набережной реки Ирбит, то есть на берега укрепления. Концепция благоустройства у нас была разработана, она прошла и общественное обсуждение, все знакомы с этой концепцией. То есть также она будет учтена при уже проектировании. Сроки мы установили до конца года, до конца декабря. Поэтому, как только придется подрядчик, будет выезжать, проводить инженерные изыскания, проектировать. Также необходимо еще пройти и государственную экспертизу данной проектной документации. Таким образом, уже в следующем году город должен быть готов к реализации проекта, о необходимости которого разговор идет не первое десятилетие. Ведь стабильность берега обеспечит Ирбиту сохранение главного объекта его культурного наследия – здания пассажа. Ну и кроме того, уже можно будет вести разговор о дальнейшем развитии благоустройства данной территории.